здравствуйте дорогие братья и сестры на библейский портал x get пришел вопрос у мужа и жены должен быть один духовник ну хорошо когда один духовник у мужа и жены потому что в семье с годами меняясь муж и жена развивая становясь другими иногда теряют возможность оценивать общую ситуацию и самое главное самого себя как бы со стороны причем именно со стороны супруга начинается такое медление в обидах собирание их видение не объективно своего супруга когда видится только одни недостатки какой-то в общем прекрасный человека как он старается супруг не или супруга не замечают постоянные может быть какие-то ошибки совершают и вот духовник который слышит например от мужа как ему больно бывает от того что ему иногда говорит жена или наоборот он может это указать можно сказать может объяснить он может как раз вернуть христианин или христианку к объективному видению своей семейной ситуации забить тревогу когда какая-то опасность наступает помочь помирить но такое бывает конечно редко редко бывает почему а потому что если два христианина уже состоявшихся создают семью у которых разные духовники то как оставить духовника ну наверное по по логике строительство христианской семьи с молодая супруга должна оставить своего духовника и прийти как она берет фамилию своего мужа как она приходит к нему в дом как она становится частью его семьи выходит замуж да наверное она должна перейти на подокормление духовника мужа иногда это сделать очень сложно потому что взаимоотношения с духовником это тоже своего рода любовь это драгоценность сердца это отношения с духовным отцом который любит тебя и которого любишь ты терять эти отношения это терять богатство и красоту которые промыслом божьим тебе даны может быть это и не нужно большинство священников и духовников как люди семейные прекрасно понимают и как люди которые присутствуют при строительстве жизни многих очень семейные прекрасно понимают что нельзя ссорить между собой молодых или тому же не молодых супругов что надо обязательно ввести их примирению что не надо ни на чем настаивать кроме каких-то очевидных вещей допустим какого-то греха который пытается войти в семью вот но я думаю что эти вопросы надо решать как-то мирно спокойно на семейном совете если есть среди двух духовников кто-то значительно более опытный наверное имеет смысл перейти к нему обоим супругом а если нет то может продолжать окормляться у двоих внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео